Привет, мои дорогие любители моддинга Майнкрафт! Меня зовут Энджер Амон, и добро пожаловать в крафт-шоу! Сегодня в нашей лаборатории мы немножко отвлечемся от темы пчел, и давайте посмотрим, как у нас там дела с пчелами заодно. Но перед тем, как мы приступим к следующей теме, как видите, у нас меда более чем достаточно, у нас очень много воска, некоторые пчелы уже начинают приходить сюда, потому что в этом сундуке просто перебор. И, как видите, здесь стеки, а здесь нет, и по какой-то из причин пчелы, приходящие сюда, не хотят стекаться, хотя у них совершенно одинаковые черты. Я не знаю, баг это или нет, но вот иногда приходится их вручную переносить. Но так, в общем-то, весь процесс нормальный, мне опять же нужно сюда поставить нужные фреймы. Ну, это такое. А сегодня я хочу немножко отвлечься от пчел и заняться другой темой, а именно производством энергии. Причем производством энергии Билдкрафт и каким-нибудь более интересным и свежим путем. И путь этот, я думаю... Обратите внимание вот сюда. Этим путем у нас будет, скорее всего, Red Power. Да, даже не скорее всего, а точно. Давно пора, я считаю, заняться. И, может быть, некоторые не совсем понимают, зачем здесь этот огромный столб, уходящий почти что под самый потолок мира. Ну, я вам чуть попозже покажу. Сейчас нам нужно найти кое-что очень полезное. И для этого я буду делать вот так. О, и мы, по-моему, нашли. А может быть и нет. Да. Индиго флауэр нам потребуется. Но также нам потребуются и семена флакса. Поэтому я буду продолжать делать вот так. И мне нужно собрать какое-то количество семян флакса. Также у нас здесь выпадает кукуруза из Зайкрафта. Корн Кернал. Ну, можно делать дальше вот так. Было бы неплохо все-таки найти еще немножко индиго. Возможно, кстати, у меня немножко и индиго также есть в самой лаборатории. Но сейчас точно узнаем. Пока можно здесь скосить всю траву. В надежде на то, что мы найдем нужные нам семена. Как видите, кукуруза, по-моему, выпадает намного чаще, чем флакс. К сожалению. Такс. И попробуем еще раз. Индиго! Нет. Не хочет индиго у нас сегодня появляться. Но флакс мы потихоньку собираем. Два флакса. Еще раз. Индиго! Нет, не хочет индиго. Отказывается просто. Ну, нам не так уже много и надо. На самом-то деле. И вот такие вот цветы, они нам тоже пригодятся, потому что нам потребуются и различные красители. В том числе. Возможно, в какой-то момент всегда хорошо иметь какой-то запас под рукой. Ну, я немножко продолжу делать это за кадром и к вам скоро вернусь. И я вернулся, как видите, потихоньку собирая нужные нам ингредиенты. Кое-чего уже достаточно. Более-менее, я бы так сказал. У нас 12 флакса. 3 индиго. Я думаю, пока нормально. Я тут потихоньку зачищаю луга окружающих. Видите, все полысело. Но ничего страшного. О, еще флакс. И нам нужно посеять этот самый флакс. И, по-моему, все-таки нам нужно вспахать землю для того, чтобы это сделать. Если не ошибаюсь. Да. Что у нас есть из инструментов? Ну, даже не знаю. Да, подойдет. Единственное, что вода нужна еще, чтобы была рядом. И... Успеем посадить или не успеем? Давайте посадим. Сейчас зальем воду. Отлично. И где-нибудь каждое 4. Раз, два, три, четыре. Давайте вот с этой стороны, наверное. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Получается, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И вот здесь еще нужно воду поместить. И все будет прекрасно. Зачем я это делаю? Сейчас вы скоро узнаете. Я объясню вам, для чего нам потребуется флакс. Ну, знающие люди, конечно же, уже знают, для чего это все делается. И... А, да. Мы весь флакс уже высадили. Поэтому нам осталось, в общем-то, найти воду. Что, я думаю, не проблема. Вода у нас всегда вот здесь. В специальном резервуаре имеется. И у меня где-то должны были бы быть ведра. Но, скорее всего, я их, как обычно, оставил где-нибудь на промзоне. Но нет. Есть, есть. Все отлично. Я, наверное, выкину вот это. Этот инструмент мы уже отложим куда-нибудь подальше. И наберем воды. Отлично. Давайте зальем водички, чтобы все это дело росло быстрее. Вот так. И... Вот так. Далее нам потребуется, конечно же, опять вспахать вот эту землю. И давайте нажмем правым кликом. Хм. Оказывается, данная тяпка, она же саха. Она же, как только ее не называют, не действует на флакс, к сожалению. Поэтому нам придется ждать, пока все это вырастет самостоятельно. Либо использовать костную муку. Пум. Пум-пум-пум. И вот такие прикольные растения. И голем уже решил собрать все. Вы посмотрите. И засеять обратно. Все. Выращиваем потихонечку. И вот эти растения будут нам давать нить. Нити нам потребуется очень много. И, как видите, семян того же флакса у нас уже теперь выпадает очень много. И сейчас голем со всем этим справится. Я, наверное, ему все-таки помогу. Есть ли у нас место для флакс семян. Смотрите, сколько нити уже начинает выпадать. Прекрасно. И уже темнеет. И я, наверное, сейчас засею остальное. Вот уже семь семян. Как видите, расширение фермы совершенно не проблема. Стоит потратить небольшое количество времени. И у вас уже будет большая ферма по добыче нити. И я ее уже прямо сейчас автоматизировал. Как вы можете понять. Так, у нас здесь клавиатура у меня сегодня не слушается. Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, вот сама граница. Но мы можем еще вот здесь засеять. И если у меня еще есть земля. А земли нет. Ну, это не проблема. Исправляется это очень просто. Давайте засеем здесь еще один ряд. И я думаю, этого будет достаточно. Исправляется очень просто. Мы берем, добываем кобл вот таким образом. И помещаем его обратно. Зачем ты это делаешь? Спросите вы. Иди за землей. Нет. У нас есть минимум стон. По крайней мере, должен был быть где-то. Который где-то у нас должен быть. И если вы нажали бы правым кликом по камню. Вы, конечно же, могли его превратить в землю. И, как видите, я создал себе новый минимум стон. Отлично. И давайте... Я не знаю. Давайте для начала поспим все-таки. И закончим нашу ферму. И перейдем к следующему этапу. Очень рекомендую для тех, кто только начинает заниматься red power. Начинать именно с флакс. Потому что в дальнейшем вам потребуется очень много нитей. И к тому моменту у вас уже ее будет достаточно, чтобы совершенно не париться по этому поводу. И мы вот делаем вот так. Теперь достаем наш минимум стон. И наводим на нужный нам блок. И нажимаем кнопку G. Как видите, в левом нижнем углу переключаются блоки. И нам нужен именно вот этот. И просто правым кликом мы превращаем cobblestone в землю. И по идее, да, это весь наш размер. Раз, два, три, четыре. Вот этот еще нужно переделать. И все будет замечательно. Не совсем то, что нужно. И превращаем все это в землю для высадки нашего флакса. Который, судя по всему, остался там, далеко, на базе. Но не проблема. Мы знаем, что делать. И сейчас наш голем все соберет. Я думаю, замечательно. Теперь у нас будет всегда хороший запас нити. И давайте приступим к следующему этапу. Конечный итог того, что сегодня было задумано. Я думаю, к сожалению, мы не сможем завершить в этой серии. Но хотя бы приблизимся к одному из важных этапов. Что, в принципе, будет хорошо. И давайте поднимемся сюда. Как вы можете обратить, я здесь сделал потолок, стены. И вообще появился у нас еще один этаж. Здесь у нас этаж с нашей биомассой. Которая, в общем-то, еще есть. Что хорошо. Но вот биотопливо. Видите, биомасса, вернее, закончилась. И это вечная проблема. Биотопливо есть. Причем вечная проблема, в общем-то, по большому счету, из-за того, что у нас есть здесь такие вот двигатели, которые будут пожирать просто все. Я переведу их, конечно, потом на гейты. Потому что, ну, как бы, да. Это лишняя трата биомассы. Если происходит простой, они будут все равно потреблять постоянно биомассу. И в итоге ее все исчерпают. Что сейчас и произошло. На втором этаже. И мне, кстати, нужно поесть. Для того, чтобы я мог быстро вам все показать. На втором этаже у нас пока ничего нет. И здесь когда-нибудь что-то появится. И вот там высоко у нас есть платформа. Которая и будет нашим финальным этапом в получении электроэнергии с помощью RedPower. Что еще такого интересного? Если моя клавиатура меня будет слушаться, то будет все прекрасно. Располагать машины из RedPower мы будем вот здесь. И прямо сейчас мы к этому и приступим. Первое же, что нам потребуется, это кирпичи. И они у нас есть, что, в принципе, прекрасно. А также уголь. Я надеюсь, что уголь у нас также есть. Есть. Теперь нам нужно сделать вот так. Смотрите, мы берем наш Minimum Stone. И делаем печь из RedPower. Alloy Furnace. Печь для сплавов различных. И давайте поставим ее, ну вот здесь. Она не требует никакой электроэнергии. Она работает на угле. И нам нужно первое, что сделать. Это Blue. Blue Alloy Ingot. Который делается из серебра и Николайта. И вот видите, что можно разные Jacketed Blue Wire превратить обратно в слиток. Но нам этого не нужно. Серебра у нас должно быть достаточно много. Да, отлично. Полстека. И Николайт нам нужен. Да, там соотношение у нас 1 к 4, насколько я помню. Нет. Поэтому, наверное, все-таки поместим сюда 16 серебра и 64 Николайта. И таким образом мы потихонечку, потихонечку будем создавать себе наш Blue Alloy Ingot. Очень нужная штука. Но я думаю, что стоит создать еще одну печь. А то и три, может быть, даже. У нас кирпича более чем достаточно. Давайте создадим еще одну. Для того, чтобы побыстрее приблизиться к следующему этапу. Здесь мы будем с вами создавать Blue Alloy Ingot. А здесь мы будем создавать Red Alloy Ingot. И нам нужно либо железо, либо медь. И 4 редстоуна. Чего-то у нас точно очень много. И, как видите, это медь, копер. Так. Давайте превратим 8 слитки. Или сколько я там взял. И здесь тоже сделаем... Нет. Здесь мы знаете, как с вами поступим. Мы здесь возьмем пол стека. И для этого нам потребуется 2 стека... ... ... ... ... ... ... ... Ну, что поделать. И копер. Я надеюсь, математика мне сегодня не подводит. А, ну и, конечно же, уголь. Наша печь должна же на чем-то работать, правильно? И уголь вот сюда. Нет, не сюда. Вот сюда. Отлично. Так же... Болл. Силикон болл нам потребуется сделать. И я вам потихоньку буду объяснять, что да как. Тут песок нам потребуется. И сам уголь. Наверное, придется сделать третью такую печь. А может быть и не придется. Посмотрим. Что нам потребуется. Следующим этапом нам потребуется сделать... ... ... ... ... ... ... ... Батаррибокс, который будет в себе хранить и для электроэнергию. И тут еще один был Алоуингот. У нас, в принципе, уже два есть. И четыре батарейки. А четыре батарейки это... ... 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 Здесь еще один Блоу Алоуингот и Блу Доупт Вейфер. Блу Доупт Вейфер это у нас Силикон Вейфер и Николайт. А Силикон Вейфер из того самого Силикон Боул делается. Я думаю, мы позаимствуем на время одну из печей. Силикон Боул это у нас восемь угля и восемь песка. Давайте возьмем восемь песка и восемь угля. И все это дело поместим где-нибудь. По-моему, да, у нас уже здесь закончила одна печь свою работу. В принципе, очень вовремя. И мы делаем вот так. И нам нужен Силикон Боул. Так же, как вы, надеюсь, могли увидеть этот Силикон Боул, да, мы делаем для батарейки. Прошу прощения, для солнечной панели, Solar Panel. Такие Блу Доупт Вейфер. В котором учатся Силикон Вейфер. И он делается разрезом Силикон Боул, который мы прямо сейчас делаем. Вот такой вот специальной пилой. Эта пила делается вот под кома-рецепту. Палки, железо и алмазы. Это именно алмазная пила. Этих пил на самом деле очень много. Именно раз, два, три, четыре, пять пил. И вы можете сделать, здесь использовать сапфиры, рубины, даже железо. Но вот эта пила, это самая мощная. И с ее помощью можно разрезать все доступные предметы в RedPower. У других пил есть некоторые ограничения. То есть, они не могут разрезать, по-моему, как раз таки Силикон Боул. Я могу ошибаться, но вот память моя говорит мне именно, подсказывает именно эти вещи. Тут потихоньку тоже идет производство, что замечательно. И наш Силикон Боул готов. К счастью, данная пила у меня уже есть. Как видите, вот Diamond Handsome. И мне не потребуется сейчас тратить целых два алмаза, что меня не может не радовать, конечно же. Мы разрезаем наш Силикон Боул и получаем нужный нам Силикон Вейфер. Теперь мы помним, что на одну солнечную панель нам потребуется восемь вот таких вот вейферов. И это еще Николайта. Больше Николайта. И давайте посмотрим вейфер. Четыре Николайта на один Силикон Вейфер. Окей. Итого, да, стэк, по-моему. Нет, я, по-моему, очень-очень глубоко ошибаюсь. Нет, все правильно. 64. Ну, здесь идет производство. Потихонечку. И здесь потихоньку идет производство, которое уже, в принципе, скоро и закончится. Тем временем мы можем с вами создать батарейки. Батарейки в количестве четырех штук нам потребуется. И это означает, что нам нужно 24 Николайта. Что там еще? 8 меди. И 4 тина. Тут потихоньку место заканчивается. 24 Николайта. Сколько я там сказал? 8 меди. И 4 тина. Не такой уж и дорогой рецепт, если подумать. Вот так. И... Как обычно. И отсюда тоже. Раз, два, раз, два. Все. 4 батарейки у нас есть. Они стыкаются. И теперь нам нужен один Blue Alloyingot. Дерево. Дерево у нас есть. Конечно. Откуда у нас может быть дерево? Зачем? Зачем оно вообще нужно? Такс. 2 батарейки. Дерево, Blue Alloyingot и 3 железа. 3 железа у нас есть. Это не проблема. И делаем с вами... Battery Box. Из Red Power. Вот так. Здесь кусок дерева. И здесь Blue Alloyingot. Тара. Наша первая Battery Box. Отлично. Теперь нам нужно скрафтить наши солнечные панели. Две штучки будет более чем достаточно. Но тем временем также можно сделать и печь. Уже, которая будет у нас работать исключительно на электричестве. Здесь нам потребуется 5 кирпичей, 2 железа и Blue Alloyingot. Итого нам нужно будет 10. Кирпичей. 4 железа. Отлично. И мы готовы крафтить. Я, по-моему, ошибаюсь. Да, я ошибаюсь с рецептом. Тут, я думаю, вроде нужное количество взял. И здесь наши кирпичи. Все. Электрические печи. Battery Box. И, в принципе, нам все, что осталось, это солнечные панели, которые мы можем с вами создать уже прямо сейчас. Расставляем наши вейферы силиконовые. Они же кремниевые, в принципе. Вот таким образом. И 2 Blue Alloyingot. И у нас есть теперь и солнечные панели, что здорово. Давайте поспим, чтобы мы могли все-таки использовать нашу солнечную энергию. Замечательно. И, в общем-то, можно... У нас место есть. У нас места нет. Нужно убирать те печи, которые работают у нас не очень эффективным методом. Так, вот это нам еще нужно оставить, конечно же. Я не знаю... Да, я не использовал индиго. И стоит, наверное, все-таки вас в эту тему посвятить. Если вы, конечно же, не смотрите крафтвиль и не в курсе, зачем нужна индиго. А штука эта прикольная. И я вам скоро объясню, для чего она нужна. Мы разбиваем вот здесь блоки для того, чтобы поместить... Один блок, вернее. Для того, чтобы поместить здесь батарейбокс. Вот так вот мы ее установим. Эту коробочку с батарейками. Далее я помещаю одну печь вот сюда, а другую печь вот сюда. Еще, конечно же, никакой электроэнергии здесь нет. Потому что мы видим, здесь все пусто. И прямо сейчас нам нужно подать электроэнергию. Я на всякий случай тут попрыгаю, поищу криперов. А вот, нет, все, все прекрасно. И вот наш батарейбокс здесь торчит. И давайте что-нибудь такое подставим. Давайте сделаем вот так. И поместим наши солнечные панели из Red Power. Одну панель мы поставим сюда. И проверим, чтобы она видела свет. Все замечательно. И вторую поставим сюда. И здесь тоже все прекрасно. Что замечательно просто в Red Power, так это то, что блоки могут передавать электроэнергию друг через друга. То есть сейчас вот таким образом мы обошлись без проводов. Вот эта солнечная панель передает ту электроэнергию, которую она накопила, в следующую. И следующая передает уже в Battery Box. И как мы видим, этот самый Battery Box потихоньку начинает накапливать электроэнергию. Возможно, конечно, не хватит нам на две печи, которые работают на электричестве столько электричества. Потому что две солнечных панели это достаточно мало. Если честно. Поэтому, возможно, стоит даже сделать еще. И мы помним, что нам нужен еще песок. Давайте сделаем, наверное... Смотрите, 8 это еще две панели, да? 16 это еще 4. Я надеюсь, этого будет хватать. И мы будем делать вот так. И электричество, кстати, оно равномерно распространяется между блоками в Red Power. Что тоже прекрасно. Поместим сюда песок и уголь. И через какое-то время, когда электричества будет достаточно в печи, печь начнет свою работу. Ну, давайте подождем. Ну и спустя энное количество времени мы получили нужное количество энергии. Но, к сожалению, на дворе ночь потихонечку. Я хотел просто продемонстрировать вам прямо сейчас, насколько быстро работает данная печь по сравнению с той самой обычной пищей, которая работает на угле. Смотрите за скоростью. То есть, вы помните, как долго мы ждали эти Silicon Bowl. Теперь нам не придется долго ждать. И это просто чудесно, я считаю. Отлично. У нас очень много этих Silicon Bowls теперь. Мы можем превратить их в 64 Silicon Wafer. И здесь мы, в общем-то, можем сделать, наверное, еще Blue, Лой Ингот. Да? Серебро и Николайд. Вот, к сожалению, одна только маленькая проблемка у нас есть. Это то, что у нас Николайд заканчивается потихонечку. И да, это не очень радует. Серебро 32. И даже не знаю. Давайте все-таки 16 еще сделаем. Серебро и Николайд. И тут тоже производство идет очень быстрым ходом. Хотя, вы знаете, наверное, так много нам не надо. Стоп, стоп, стоп. Wafer. Нам нужен Николайд вот на эту вещь. Давайте заберем отсюда. И пускай он производит. Даже, наверное, мы возьмем и располовиним процесс. Это сюда, а это сюда. Вот, как видите, прикольный такой интерфейс у печи. Все работает, все замечательно. И потихонечку мы получаем наш Blue Doped Wafer. Для того, чтобы добавить вот с той стороны еще больше солнечных панелей. К сожалению, наше время потихоньку подошло к концу. Я, наверное, заперу отсюда и вот эту вещичку. Давайте поспим быстренько. И поставим наши последние солнечные панели, которые мы успели сделать. Вернее, которые нам нужно еще скрафтить. Николайда, оказывается, не так много. И я все-таки думаю, что придется, скорее всего, пойти вручную немножко покопать. Я, в общем-то, соскучился, поэтому... Все, автоматизация, да, автоматизация. Я уже и не помню, когда последний раз в шахте-то был. И поставим наши панельки где-нибудь вот здесь. Я думаю... Я думаю, да, прекрасно. Одно сюда и одно сюда. И, по идее, теперь у нас электроэнергии должно быть более-менее достаточно на две печи. Если что, стоит добавить, наверное, еще две солнечных панели. И тогда будет уж точно хватать. Ну, друзья, мы прошли первый этап подготовки к созданию электроэнергии с помощью Red Power. Мы на своих... На своем первом этапе к этому. И у нас там, по идее, производство также и нити более-менее идет своим ходом. Големы собирают, все растет. В общем, замечательно. Нити нам потребуется очень много. И вот вам подсказка, почему. Я надеюсь, вы уже поняли. Но об этом позже. В следующей серии я надеюсь, что мы уже даже поднимемся туда наверх и начнем установку очень красивой и очень прикольной конструкции. Бип. Ну, в этой серии наше время подошло к концу. Меня зовут МДжи Рамон. И мы здесь закончили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok